всем привет вы на канале сергей гончаренко и давайте сегодня распакуем здесь ведь я не знаю я заказала много чего всего но что здесь находится я могу только предположить что здесь powerbank вроде бы как просто по весу хотя написано phone case и что-то еще что даже не знаю потому что трека много заказов было много сейчас посмотрим что это кстати кому интересно powerbank of разных тоже много мы их вы знаете да powerbank и до шнуры мы их тестируем по полной и так что со шнурами у нас тройной кабель бэйсус бассеус вообще это все посылку от пассеус покупка вот одного продавца сразу три разъема type-c micro usb lighting очень хороший вариант и второй кабель да это тот который поддерживает 5 ампер и быструю зарядку 20 3040 если не ошибаюсь это мы чуть чуть позже будем рассматривать и тестировать а сейчас давайте посмотрим на powerbank powerbank один из самых дешевых на емкость 10000 миллиампер часов ну и в целом очень хороший по цене и я знаю что по характеристикам powerbank и бэйсус по целям очень хорошо себя ведут у меня сейчас есть на 10000 вы можете посмотреть чуть ниже обзор классный powerbank и думаю этот тоже ничем не хуже будет есть здесь дисплей который показывает заряд умная зарядка и двойной порт емкость 10000 миллиампер часов давайте здесь параметры посмотрим номер модели литий полимерные батареи 10000 миллиампер часов 37 ватт часов на отдачу вот реально это что мы с него сможем снять 6 200 миллиметров часов это респект и уважуха что такие компании к примеру как xiaomi embo zeus кажется rock ставят реальное значение то что мы можем получить не просто 10000 миллиампер часов потому что многие не знают что если по вырубать на 10000 миллиампер часов это не означает что вы сможете два раза зарядить телефон по 5000 миллиампер часов нет это совсем не так вы получите отсюда 6 200 миллиампер часов вот это вот правильно заряд вход у нас 5 вольт 2 ампера выход 5 вольт 1 ампер и 5 вольт 2 ампер максимум 2 1 ампер на два порта все предельно ясно простой можно так сказать бюджетный powerbank емкость естественно мы проверим быстрой зарядки он не поддерживает на всякий случай мы даже это проверим и так кабель давайте длину посмотрим сразу длина полметра фирменные эмблемы базис присутствуют и он вы знаете на ощупь приятный и мягкий так что им пользоваться можно powerbank инструкция карантинный талон реклама инструкция на китайском инструкция на английском и сам powerbank и так по габаритам ну примерно это стандартные габариты по powerbank у глянцевая панель и на глянцевой панели красным отлично сейчас видно уровень заряда 80 процентов здесь такой трефленый пластик есть надпись и безус тыльная сторона полностью матовая все технические характеристики здесь повторяются если хотите можете посмотреть и на этой части у нас два юсб и микро юсб вот реально чего здесь не хватает еще бы тайп си порт но так как это самый дешевый один из самых дешевых powerbank а в ту в принципе неплохой вариант так давайте посмотрим раз он заряжен на отдачу нам говорили что может он поддерживать 1 ампер и 2 ампер здесь какое-нибудь обозначение есть есть юсб-1 и юсб-2 юсб-1 у нас 1 ампер поддерживает 2 больше так смотрите у нас 1 ампер поддерживает но знаете получается так что любой с юсб я больше чем уверен будет поддерживать 2 ампера 2 и 17 ампер есть просадка есть но она минимальная она незначительная давайте посмотрим на каких значениях 2 и 4 есть у нас 2 из 2 и 4 2 и 45 это то значение ампер сколько большинство устройств будут потреблять точнее большинство устройства не будет потреблять даже более 2 ампер но не исключение только быстрой зарядки так как здесь быстрых зарядок нет то как вы видите здесь это не так уж и важно дальше ради интереса посмотрим но здесь просадка еще больше пошла ну вот уже 2 и 8 это можно сказать неприемлемо так как 4 вольта на 2 и 8 ампер это значительно мало хотя смотрите powerbank не вырубается чтобы его вырубить на 2 и 9 грубо говоря так это хорошо давайте следующий порт посмотрим все точно так же все стандартно 27 здесь и выключаемся так отлично ну если естественно 2 подключить одновременно 2 то мы поймем что смотрите 1 и 6 здесь и один здесь то есть 2 ампера есть давайте можно даже полтора мне кажется до полтора ампера здесь и практически один ампера здесь вот он два с половиной вполне реально можно заряжать одновременно два смартфона и так смотрите сейчас два устройства подключены это вот одно вот второе зарядка идет на обоих устройствах и смотрите одно устройство 11 и 3 показывать второе устройство ну не знаю где-то примерно точно так же и показывает естественно на оба устройства ушло почти по 1 и 5 может чуть меньше где 1 и 2 где 1 и 3 будет где один может быть ампер ну и того смотрите оба устройства сейчас заряжаются и powerbank не вырубается он их одновременно заряжает и так зарядка самого powerbank включена и смотрите что мы можем получить отдельный 63 ампер но powerbank на 75 процентов заряжен если вдруг что-то поменяется в разрядке сам самого powerbank а если будет больше брать я об этом естественно скажу немножко позже а сейчас я ухожу на тестирование его на заряд на разряд сделаю несколько прогонов посмотрим что по емкости если примерно будет соответствовать то в чем я конечно более чем уверен потому что не первый все-таки powerbank не первый продукт 166 ампер 167 от данного бренда и я как бы не сомневаюсь что должно быть все адекватно ну и наверное одна из полезных или очень полезных функций это сквозная зарядка что это такое это когда сам powerbank может заряжаться и помимо того что он заряжается он еще заряжает другие устройства на данный момент смотрите сейчас powerbank вот заряжается вот вот это вот зарядное устройство идет заряд и заряжает два смартфона идет вот у нас зарядка здесь и здесь так что данный powerbank с этой функции справляется причем уже достаточно давно у нас так стоит заряжает функция полезно если вдруг кого-то вопросы возникают я вам отвечу когда ты едешь в путешествие у тебя ограниченные возможности взять с собой множество разных вещей из даже зарядные устройства шнуры и powerbank и это всегда накладно это дополнительный вес помимо того если это еще и самолет то там вес однозначно ограничены за не за него придется отдельно потом доплативать поэтому взяв с собой одно зарядное устройство и там один или два powerbank а вы сможете компенсировать вот такое решение ну и даже если у вас два устройства и одно зарядное устройство то с помощью одного зарядного устройства вы сможете зарядить powerbank и два ваших других сторонних девайс и пропользовавшись где-то около одной недели данным powerbank делав некоторые тесты у меня есть что сказать могу сделать выводы итак смотрите по данному powerbank у но прежде всего хочу сказать что он полностью соответствует заявленным характеристикам отличный powerbank можно брать можно пользоваться меня по крайней мере за это время он никак не подводил и сейчас он как вы видите работает я его только полностью зарядил сейчас заряжает теперь он смартфон по поводу тестов я естественно проводил замеры емкости и смотрите что у нас получается по тестам и так на разряд первый цикл пять тысяч девятьсот десять миллиампер часов заявлено у нас 6 205 910 ток разряда составлял 2 и 2 2 и 4 ампер но то есть практически на максимум он работал время разряда было два часа пятьдесят две минуты дальше мы его зарядили на заряд он полностью взял себя 8 633 миллиампер часов дай не сильно близко к десяти тысячам но и того если с 8 600 он выдает 5 900 это очень хороший показатель дальше следующий проход у нас 5 800 67 и практически то же время заметьте пожалуйста 5 800 67 и время 2 42 то есть на тех же самых показателях он разряжался и емкость значительно не отличается то есть как видите 5 900 он может легко отдавать здесь у нас на заряд пошло 8 652 миллиампер часов 8 тысяч шестьсот пятьдесят две миллиампер часов и последний цикл и смотрите здесь шесть тысяч триста тридцать миллиампер часов почему здесь 6 330 а там было 5 800 или 5 900 я объясню разница в том что здесь нагрузка была поменьше но разряжался он на полную точно также здесь место 2 и 2 2 4 ампер он заряжал разряжался током 1 и 2 ампер ну грубо говоря 1 и 1 1 и 2 ампер и того как вы видите если там у нас около трех часов заняло это все а здесь около 6 6 часов 20 минут то как видите чем меньше ток тем немножко больше емкость будет выдавать ваш смартфон точнее ваш пауэрбанк в примеру здесь более чем заявленные 6 200 миллиампер часов данного пауэрбанка вытянуть можно а это самое главное то что нам нужно было знать и всем нужно знать перед покупкой какого-либо пауэрбанка емкость обязательно не ту который указывает а ту который вы сможете получить с пауэрбанка и самое интересное что мало какие производители указывают емкость которую можно получить реальную из данного пауэрбанка и того по нем у меня самые положительные впечатления очень хороший пауэрбанк учитывая что цену за эту цену он просто реально бюджетник из один из самых дешевых адекватных нормальных пауэрбанка все ссылки на него я оставлю в описании под этим роликом всем кому данный видеоролик чем-то понравился ли был полезен ставьте лайки подписывайтесь на наш канал на наши соц сети не забывайте о моем втором канале там выходит очень много интересных видеороликов обзоров и тестов делитесь этим видео с друзьями знакомыми близкими ведь тема пауэрбанка сейчас достаточно актуальна популярна и многим может быть полезно и интересно но все спасибо за просмотр всем пока до новых встреч